Вы знаете, я не хочу занимать Ваше время, у меня лично их нет. Мне кажется, что самый правильный способ это установить только от Кастера, когда он вывез всех. Представительность древнейшей профессии просто в поле и выкинул замок. Вы понимаете, это не в одном... Ну, какие могут быть идеи? Ну, это государство должно решить эту проблему, потому что это коррекул не только у нас, а только у государства. Государство не получает налогов ни от нас, ни от магазина, ни от кого. Вся цепочка продажи, она без налогов. Огромные потери. Но коррупция, как известно, ее будут модернизировать, да? Но экономически, понимаете, возможно, есть такие идеи, взять и сразу выбрасывать куда-то. Например, выпустили в кино и тут же в этот день на DVD. Те, кто смотрят DVD или вообще фильм дома, они в кинотеатр сами не входят. Но это не совсем так все-таки, да? Это раз, и я не думаю, что вот это окно будет... Ну, эксперименты делаются, но, тем не менее, у нас окно в России и так крайне маленькое. У нас обычно на третьей неделе прокат, на третий выход, уже выходят так называемые игроки DVD, и еще через неделю или две выходят дешевые. То есть окно 3-4 недели, ну, какое-то окно для фильма. Просто у нас пока прокат, вот эти самые 200 больших тысячи залов, они не успевают переварить все фильмы, которые в прокат попадают. Вот, как оказалось, будет больше, фильм может стоять дольше. Поэтому выход его на 9 или у пиратов, он, естественно, будет отбирать еще большее количество средств. Поэтому, ну, мне сложно сказать. Я не думаю, что экономически можно с ними бороться, когда? Вы выпустили фильм, поборолись, дай Бог, чтобы в первый уикенд, если вы выпустили в четверг, хорошо, чтобы в субботу его на дорожке. Вот если все действия приводят к тому, что вы первый уикенд прожили, и фильм начал уже сарафан давать, да, то зрители уже, те, кто ходят в кино, они даже при наличии пиратов пойдут. Но потом возникает проблема. И что? А с остальными как бороться? Ну, взять, выпустить дешевый DVD, ну, как-то... Ну, зачем? Пусть уже и делать. Ну, сейчас был молодой человек. Скажите, пожалуйста, зачем вы не думаете? Мне просто сказали, что до шести... Молодой человек, давайте, пожалуйста. Да, да, это вопрос идеи. Совершенно верно. Это вопрос. Мы мечтаем. Все разговоры с теленачальниками, я сам был одно время теленачальником небольшим, но все разговоры упираются в то, что, черт, где же этот доктор-хаус, где же, значит, там, они у меня и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Есть две причины. Первая – это идеи, то есть те люди, которые могут придумать и выплатить, естественно. И вторая проблема, понимаете, их телевизионные фильмы, о которых мы говорим, потому что у них очень много производится сериалов, сколько у нас, у них же ежедневно, у них «Вертикал» на больших каналах, и фильмов тоже много, и большинство этих мы просто не знаем, не замечаем, и публики не особо замечаем. Вот я сейчас начал, мне там надо было, я вчера купил «На горошке» сериал, называется «Лечение». Ну там вообще вся серия, два человека разговаривали, психотерапевт и пациент. Вот всю серию. И ничего там, с кушкой-то, правда. Ну, в принципе, ничего. Ну так вот, это вопрос идеи, а второй вопрос бюджета, конечно. То есть наши бюджеты сегодня, которые могут позволить себе каналы, соответственно, транслировать их нам, ну что такое, сегодня современный сериал, это отпускная цена, там, 200, ну 250 тысяч, ну это очень мало. То есть ничего особенного позволить себе нельзя, к сожалению. За час. А, ну, там, полчасовые, они, естественно, в два-три раза меньше, поскольку они, как правило, неправильные. Вот, поэтому это такая, это проблема. Но вы знаете, я вас уверяю, если бы была идея, то каналы бы нашли бы сто процентов. А в состоянии оцените? Не, я понимаю, можно, конечно, сказать, сам дурак, но в состоянии, не волнуйтесь, в состоянии. Регистрируйте. Нет, идеи не регистрируются. Регистрируйте. Если вы завтра придете и скажете, вы знаете, я хочу снять сериал про контору, которая ловит преступников, ориентируясь по мимике и жесткам, условно говоря, то, безусловно, это нельзя хранить авторским правом. Ну, сядь, и напишите. Любой литературный, если у вас там есть признаки литературного произведения, ну, хоть какие-то, да, так скажем, это можно зарегистрировать. Какой самый вопрос, если у вас, у вас есть проблема, ну, как, например, такой слов, калерочная безопасность, у вас, 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 вы имеете в виду, куда-нибудь упекли сюжет или люджет. Перед вами стоит такая проблема, как перед всеми нами, да, вы как-то... Вы сейчас говорите про воровство, идеи, бюджет? Фу, извините, все... А что значит защищаете те проекты, сценарии, которые вы делаете? А что значит защищаете, я просто не очень хорошо понимаю. Если я, не, понимаете, вы автор, я продюсер компании, я заключил с вами договор, вы мне пишете на заказ, или я у вас купил что-то. О, три страницы, 333 страницы, все. Если у меня украдут, я подаду под... Тут, не заболтываюсь. Я подам в суд. У вас не было такие? Нет, не было. Ван вопрос. Какие темы, жанры, как вы считаете, сейчас наиболее перспективны для российского жанра? Ну, если мы говорим про киноподкаст, да, то есть я имею в виду про кинотеатр, кинотеатральный показ. Ну, мне кажется, что сегодня, если мы говорим про коммерческое кино, это в первую очередь, безусловно, развлекательное. Вот так я вам поговорю лучше. Проблема в чем? Да, действительно, у нас в кинотеатрах сегодня, как правило, в массе своей, это молодой человек, который не хочет, ну, не смотрит мелодрамы, драмы, жанр очень популярный, например, в той же обеде. Да, там ведь аудитория делится, ну, приблизительно, на три почти равных части. И потом все ходят в кино, и пожилые люди, и дети. У нас же на самом деле дети не так много ходят в кино, как нам представляется. То есть тинейджеры, и тем более маленькие, они вообще-то занимают где-то 10 процентов в аудитории, 15, не очень много. Ну, за исключением, может быть, специальных фильмов, конечно. Понимаете, не ходят пожилые люди практически. Ну, тут надо иметь в виду следующее обстоятельство. Мы все-таки, мягко говоря, небогатая страна, если не сказать больше, просто бедная. Оплаченного досуга у подавляющего большинства населения у нас нет. То есть денег, чтобы не купить кутылку, пиво и в подъезде, да, а пойти развлечься культурно, что называется. Нету денег. Что касается кино... Ой, тоже, может, отключили микро? Половина страны просто не, знаете, это именуется, значит, необеспеченной услугой кинопоказа на профессиональном языке. То есть, говоря попросту, почти половина страны не имеет кинотеатров современных. То есть, как были киноустановки в ДК, в клубах, там, ну, так они и остаются. Вот, это все огромная проблема. И поэтому, я просто к тому, что аудитория вот такая, да. И, соответственно, если вы хотите получить успех, то вы должны ориентироваться на эту аудиторию. Сниматься воспитанием, так называемой аудиторией, это, ну, как известное действие, да. Поэтому, ну, пожалуйста, если вы целенаправленно будете снимать хорошие драмы и мелодрамы, вы какое-то зрители будете получать без спорта. Потому что, ну, на хорошую кино придут. Но говорить о массовом, в смысле кассовых зрителей, я думаю, не приходится. То есть, для неразвлекательного кино сборы в 10, там, 20 миллионов долларов, я думаю, что нереально. Вот, например, прокат «Царя» 5 миллионов долларов, там, скажите, это мы даже не ожидаем, честно сказать.